У школьников начались осенние каникулы. Дети много времени будут проводить на улице. Сотрудники ГИБДД призывают родителей провести профилактические беседы с несовершеннолетними о правилах дорожного движения. Статистика по детскому дорожному травматизму, к сожалению, остается печальной. На дорогах региона продолжают гибнуть дети. Добрый день, уважаемые жители и гости Славянского района. Сегодня бы мне к вам хотелось обратиться по теме детского дорожно-транспортного травматизма. Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Краснодарском крае остается очень напряженная. В период с 25 октября по 5 ноября на территории Краснодарского края стартовал четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Данное мероприятие посвящено прежде всего для защиты наших детей, сохранения их жизни и здоровья в процессе дорожного движения по дорогам нашего района и нашего края. Хотелось бы вкратце привести небольшую статистику. С начала года на территории Славянского района зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет. До 16 лет пострадало наибольшее количество, это 26 детей. Категория участников довольно-таки обширная, это и пешеходы, и водители мототранспорта, и дети-пассажиры, и дети, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, такими как самокат, гироскутер, электросамокат. «У нас зафиксирован большой рост дорожно-транспортных происшествий именно с участием несовершеннолетней категории водитель, мототранспорта, это скутеры в основном. В этом есть у нас очень большая проблема. Зачастую родители сами покупают своим детям данные транспортные средства и допускают их к управлению, не позаботясь о том, что подвергают жизнь опасности. Хотелось бы обратиться еще к родителям наших детишек, обеспечить их, пожалуйста, светоодражающими элементами на одежде, потому что сейчас еще проходят занятия в школах, детишки во вторую смену возвращаются, на улицу уже темно, и зачастую они ходят в темной одежде, их не видно, даже когда они переходят по пешеходному переходу. Огромная просьба не допускать детей к управлению транспортными средствами любой категории, будь то это мопед, мотоцикл и уж тем более автотранспорт». С начала проведения профилактического мероприятия на территории Славянского района уже зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Одно с участием пешехода несовершеннолетнего. Ребенок 8 лет переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель проявил невнимательность и допустил наезд. В результате чего ребенок был доставлен в Славянскую городскую больницу. Второе ДТП произошло по причине столкновения двух транспортных средств, где пострадал ребенок-пассажир. В обязательном порядке при перевозке детей используйте детские удерживающие устройства, либо пристегивайте ремнями безопасности. Ни в коем случае не подвергайте жизнь и здоровье своих детей опасности. Продолжение следует...